СЛОНА У наших депутатов нет своих самолетов У наших депутатов нет своих самолетов А у наших депутатов есть свои самолеты Главное, чтобы он сейчас полетел Мы живем на разных округах Да? Да Кстати, Кирилл мой избиратель Вот он, твой бывший избиратель Честно голосовал За Антона Сергеевича Ну конечно, я пришел на участок, стоит импозантный А сейчас самое главное, полетит или не полетит? Запускайте Антона Сергеевич Ух, полетел! Да вы батенька-позиционер Все, начинаем программу, ребят, поехали, поехали, поехали Мир превращается в большую деревню В Сарове состоялись очередные выборы А депутатам, между тем, необходимо следить за своими доходами и расходами О чем говорит город, говорим и мы Обсуждаем самые интересные, на наш взгляд, события последних дней В эфире программа «Соседский Wi-Fi» В студии Лидия Шулаева И Кирилл Васенин Подключайтесь! Слушай, у меня для тебя просто грандиозная новость Из сферы высоких технологий Ты знаешь, что сегодня в Москве был впервые задержан человек с помощью камер, высокотехнологичных камер распознания лиц Его задержали на одной станции метро Суть этих камер в том, что они, сейчас скажу тебе точно, чтобы не ошибиться, могут проверять до 20 человек в секунду Представляешь? Всю Москву планируют нашпиговать этими камерами, никому не укрыться, большой брат наблюдает за нами Слушай, мне кажется, «Терминатор» где-то в чем-то был прав Где-то в чем-то был прав еще Оруэлл в своем 1984-м, написав про большого брата Вообще, на самом деле, это, с одной стороны, в принципе, неплохо Будут вычисляться всякие разные некондиционные люди нашего общества С другой стороны, тебя же всегда могут найти Ну, если тебе нечего скрывать, то чего тебе боятся, пусть находят А как же паранойя? Паранойя, это, конечно, штука, которая прогрессирует И потом, ты идешь по улице и думаешь, блин, за мной всегда наблюдают Всегда наблюдают За мной сейчас смотрят Ты представляешь, вот людей, у которых действительно в голове вот эта мания преследования Что им делать? Ну, ты знаешь, для нас это пока все где-то далеко впереди В Москве эти камеры только внедряются Самое интересное в этой истории то, что же ждет Саров О том, что Саров станет площадкой для реализации программы «Цифровой муниципалитет» Да, кстати, я тоже слышал об этом Да, об этом говорят уже год, но ничего пока не происходит Я не знаю, как скоро появятся у нас в городе вот такие вот умные камеры Хотя я не знаю, зачем они в Сарове Зачем? Господи, в Сарове Потому что обязательно кто-нибудь знает, где ты был вчера вечером Да, да, да Что интересного у тебя? Ой, слушай, у меня на этой неделе просто сорвало башню от одной новости Ну-ка, ну-ка Есть такой лоукостер «Победа» Да, это многострадальный лоукостер Многострадальный Они, руководство этого лоукостера выдалось на этой неделе просто Они что, переплюнули сами себя, очередную? Бомбическую просто новость выдали Они предполагают сейчас, внимание, продавать стоячие места в самолет Ну, в этом что-то есть Главное, чтобы этот был рейс не Москва-Пекин, например Да, вставайте, вставайте, граждане, через 12 часов приземлимся А за проездом передать не надо будет И вот эти, знаешь, как таблички, как в маршрутке Вот это вот, больше трех не стоять Не подставляйте водителя, в данном случае Не подставляйте летчика Что касается, кстати, нововведений в перевозках Наша городская дума утвердила шкалу оценки перевозчиков Для конкурса на право осуществления вот этих самых пассажирских перевозок Вот в этой шкале, ты мне только послушай, там такие критерии Помимо опыта этих перевозчиков Должны учитываться комфортабельность салона Наличие в салоне кондиционера Электронного табло GPS-навигации, системы GLONASS и прочее, прочее, прочее Казалось бы, вообще супер Мы должны ездить на сверхновых автобусах Но конкурс прошел Выиграл А на манеже все те же У нас три перевозчика, которые обслуживают два маршрута Ну какой смысл им соревноваться Какой смысл им устанавливать кондиционеры Да-да-да Ради этого все затевалось, мне кажется Ради того, чтобы жители ехали с кондиционерами Ну кондиционеров нет Конкурс прошел У нас два маршрута 52-й и 49-й Будут обслуживаться теми же самыми перевозчиками, которыми обслуживались Но, 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 но Сейчас кайфушечка, давай Они будут называться по-другому Это будут маршруты 20 и 21 Что, что за? То есть ничего не меняется, но кроме Нет, нет, чуть-чуть все-таки меняется Я тебе сейчас расскажу Маршрут номер 52 Так С 1 мая это маршрут номер 20 И в движении, в маршруте движения у него добавятся улицы Березовая, Раменское и Курчатовое То есть он новый райончик будет захватывать Будет заезжать туда к кладбищу Маршрутка, которая заезжает к кладбищу Маршрутка, которая идет на кладбище Можно так и да, автобус А возле кладбища вы сидите и меня, и товарища А мы сходим на кладбище, да? А самая крутая маршрутка, которая, знаешь, там от роддома до кладбища идет Да, да, да Была такая у нас ситуация на съемках, когда мы просили нас из Боличного городка отвезти на кладбище И спросили, может быть, в морг? И сказали, я нас сразу на кладбищу Вот, а следующий маршрут, это бывший С49, который теперь будет 21 Его нововведение в том, что, насколько я знаю, был 21-й летний, 49-й летний, 49-й зимний Ну, ты у нас рулишь Да, я на машине езжу Теперь это будет одинаковый маршрут, зимой и летом одним цветом И зимой будет ездить в Балыково Он будет ездить до Балыково Наконец-то жители Балыково вздохнут спокойно До дома можно ехать на маршрутке Это просто счастье К новостям общероссийским Федеральным Федеральным Слышал ли ты что-нибудь про подсолнечное масло новичок? Это то, которое никогда тебя не убьет Как заявил изобретатель этого самого, этой самой торговой марки Торговой марки Да, да, да Что теперь те, кто выдвигает обвинение в том, что некий химический новичок был изобретен в России И смогу сказать, что нашли этот новичок у нас таки Ну, на самом деле, это такая шутка Некого Алексея Якушева Это ульяновский фермер Вот он выставил в ограниченной партии на одном ярмаре Как говорят нынешние, хайпанулся на теме Хайпанулся на теме Эту тему активно обсудили в Телеграм А что еще у нас обсуждают на просторах все еще живущего Телеграма Нам расскажет сейчас Наташа Петронина Наташа, жги! Так, какой у нас там пароль-то от Wi-Fi? Ага По данным канала Линтач Пока Роскомнадзор продолжает, не щадя онлайн-магазины, платежные сервисы Google Да и весь интернет в целом бороться с Телеграм Депутат из Петербурга Андрей Анохин решил пойти еще дальше И подготовил законопроект, согласно которому вход в соцсети Будет осуществляться только через портал Госуслуги И пользоваться ими можно будет не более трех часов в день Ну а тем, кому нет 18 лет, придется ждать совершеннолетия На днях канал 360 ТВ узнал имя женщины, которая в последнее время стала настоящей звездой интернета Из-за сходства с президентом Твиттера Простите, Соединенных Штатов Америки Знакомьтесь, Долорес Лейс, женщина Трамп Отличные новости от канала Медиалекс Всем, кто до сих пор продолжает утверждать, что интернет зло Следует немедленно посетить польский город Свиботин И своими глазами видеть настоящее чудо Крупнейшая в мире статуя Христа Раздает интернет для жителей ближайших деревень и местного прихода И хотя церковь пока никак не комментирует эту новость Провайдер уже подтвердил, что все абсолютно законно Канал Медиалекс просто не смог пройти мимо новости О стартовавшей на днях рекламной кампании авиаперевозчика ЮТЕР В ней было решено отказаться от глянцевых видов европейских стран и дорогих курортов А обратить внимание на наши родные провинциальные пейзажи Что, впрочем, вызвало бурную негативную реакцию в интернете Хотя все же наши сети, кому эта реклама показалась невероятно душевной Ты не ты, когда голоден Адвокат Максим Бушин прямо в зале суда съел важные документы По данным канала 360 ТВ, горе-юрист пришел в мировой суд И попросил для ознакомления материала дела своей доверительницы Когда помощник мирового суди принесла документы Защитник тут же вырвал из папки два листа и съел их Остатки бумаг он доедал на глазах подоспевшего судебного пристава После этого парня оштрафовали на 50 тысяч рублей И отправили лечиться от наркомании Ну а к нашему соседскому Wi-Fi тем временем присоединился гость У нас в студии депутат городской думы Антон Ульянов Антон, подключаемся к паролю Парольчик Давайте Итак, на английской раскладке русскими буквами Антон, Сергей Чульянов Это не просто депутат Он еще и заместитель председателя городской думы Подключились? Подключились Продолжаем наш разговор Мальчики, у меня для вас небольшая разминка для ума Загадочки Загадочки Люблю загадки Я вам читаю цитаты Вы мне говорите, кто их автор Подождите, подождите Этот человек ведь что-то умное пытается сказать Надо только понять, что именно Или, например Сколько я работаю? А я всегда здесь работаю И самая блестящая, на мой взгляд, цитата Молодец Это не комплимент, а констатация фактов Чьи слова? Ну, это Владимир Ильич Лутиков Давайте поплавим Антону Долгое время бессменный руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Да, у него На самом деле мне у него нравилась Еще одна фраза Мочи Он говорит И он ее несколько раз употреблял Вот он сейчас все правильно сказал Он действительно так думает Но думает он неправильно Вот это Я вообще-то взял себе на вооружение И это применимо в очень многих случаях Когда ты должен сапонировать своему собеседнику Ну и не обидеть его Да, но при этом не обидеть Лида, там есть еще одна гигантская просто Кайфушная Еще одна цитата Я подготовила ее специально для тебя, Антон Владимир Ильич Лутиков Из Неизданного Я считаю, что если ты депутат То твоя задача не только значит слова разговаривать Но и в баню с людьми ходить И в очереди за чешским пивом с ними стоять Как насчет баньки и чешского пива-то с людьми? Ну, все мы люди Депутаты прежде всего люди Хотя некоторым так не кажется И, конечно, кто-то любит баню Кто-то любит рыбалку Мы не про некоторые говорим Мы говорим конкретно про тебя Ты любишь баню? Я не противник бани Но и не фанат ее Хотя, вообще говоря... Что? А пиво? Пиво в бане, это очень хорошо Пиво без бани Пиво без бани тоже неплохо Это, конечно, хуже, чем пиво вместе с баней Но, тем не менее, это тоже неплохой вариант Веник березовый или дубовый? Ну, если пришлось Березовый По классике По классике По классике И, Кирилл, наверное, время нашей нетрадиционной рубрики Нашей нетрадиционной рубрики Антон, да У нас есть ряд вопросов к тебе Как к нашему гостю Как к депутату Не побоюсь этого слова Твоя задача на них ответить быстро Не задумываясь Емко, весело и задорно Ну, либо не задорно Так, как ты считаешь Главное, честно Главное, честно Тут все на честность Потому что нас смотрят и твои будущие избиратели И твои бывшие избиратели А тебе звонят твои бывшие избиратели? Мне звонят нынешние избиратели А бывшие говорят, Антон Сергеевич, без вас просто тоска Я уехал на другой округ жить Мне вообще кажется Присажешь, депутату звонят бывшие избиратели Бывшие избиратели Я тебя... И тебя тогда задвигает Очень смешно Нет, пока таких ситуаций не было Вернемся к вопросам Итак, поехали Первый вопрос Что самое крутое в работе депутата? Это все знаешь Все знаешь про город Вот он большой брат, который наблюдает за нами А нет ли у тебя камеры, которые наблюдают за всеми? Ладно У тебя появилась гипотетическая возможность Исправить одну проблему в Сароне Прямо справишь, и ее больше никогда не будет Какую проблему выберешь? Конечно, дороги Ах! Красава! Почему дороги? Потому что всегда есть две проблемы в России И в Сарове не исключение Вы знаете, да? Первый мы не победим, да? Только с дорогами справимся Ну, первый это преувеличение Это Гоголь там немножко погорячился Дальше На самом деле Россия гениальная страна Антон Сергеевич, дальше пожарче вопрос Самое смешное слово на заседании комитета в Сарове? Вот одно слово, самое смешное, которое ты слышал Ох-ох-ох Отличный слово! Там столько много смешных слов Ну хорошо, пусть будет ох-ох-ох Ох-ох-ох-ох-ох Кем ты себя видишь через пять лет в политическом смысле? Ну, я надеюсь, что депутатом я останусь Я, по крайней мере, на это рассчитываю Наверное, и мы будем Депутатом, городской думы Да, наверное Может, в Закхсобрание Ох, не надо загадывать Ох-ох-ох-ох Вот это самое смешное слово Что важнее, личное дело или общее? Всегда общее дело Лишь команды превыше интересов индивидуума Да, причем на самом деле, когда реализуются общие дела Личное все приложится Личные дела тоже приложатся Вот ради чего люди идут к депутатам Да Ведь задача депутата — служить народу Да Вопрос Как бы это странно не звучало Ну и последний вопрос За кого будешь голосовать на следующих выборах президента? За Путина или за кого скажут? На мой взгляд, Путин-то баллотироваться больше не станет Да? Значит, за кого скажут? Нет Ну почему ты мне слушаешь выбор? Ну за кого? За самого достойного За самого достойного За кого скажут? Ну как скажешь? Все, Антон, спасибо большое Это были все вопросы, которые я хотел тебе задать В рамках нетрадиционной рубрики Провокатора Ну что делать? И к слову о выборах Возвращаемся к нашей повестке Не случайно я вспомнила Владимира Ильича Лучикова Несмотря на то, что он говорил, сколько я здесь работаю А я всегда здесь работаю Эта эпоха Эпоха Владимира Ильича Л Подошла к концу И совсем скоро, 22 мая Состоится конкурс на замещение вакантной должности Но что самое интересное в этом конкурсе Впервые в истории Сарова И, мне кажется, вообще в истории Всех российских муниципалитетов И, возможно, даже мировой политики Этому конкурсу предшествовали праймерис Праймерис, на которых мы выбирали кандидатов В кандидаты На пост председателя КУМИ Не был на выборах, Антон Сергеевич? Честно говоря, нет И что, не выбирал кандидатов в председатель КУМИ? Тебе не интересно, кто будет заведовать муниципальным имуществом? Мне, конечно, интересно Но, на мой взгляд, вот это Вот такие выборы, наверное, не стоит проводить Почему? Подумайте, до чего мы можем докатиться Если пойдем по этой дороге Понимаете, в чем дело? Председатель КУМИ все-таки Это должен быть профессионал Люди могут выбрать человека И представительские органы власти Они формируются именно путем выборов Мы выбираем президента Но все-таки Вот заниматься вопросами Такими уже тонкими Административными, управленческими вопросами Должны люди Не те, которые понравились избирателю А те, которые Реально профессиональны в этих делах Ну, смотри, ведь задумка-то отличная Вообще, изначально муниципальное имущество Как любят повторять депутаты Оно принадлежит народу Поэтому, с одной стороны, народу, наверное, все-таки не безразлично Кто на должности КУМИ Это первое С одной стороны С другой стороны Я лично ходила на эти выборы И проводила там опрос людей Которые шли на эти выборы Ну, так вот, для очень многих людей Аббревиатура КУМИ Это просто набор звуков Ну, то есть, получается, что В очередной раз У нас на выборы не пришли А их привели Ну, то есть, людям сказали Ребятушки Мы вам сократим рабочий день Или там отпустим пораньше на обед Но вы обязательно дойдите до Центра поддержки предпринимательства И отдайте свой голос За кого надо Но зачем за кого надо Когда у нас есть свой кандидат Вот я хотел бы сказать Цитаты из замечательного фильма Да Это с одной стороны додумки С другой стороны Ну, в общем, да С другой стороны, да Результаты меня лично очень сильно поразили А результаты есть уже? Да, да А победила у нас Людмила Тырсина 861 человек Отдал за нее голос Вы знаете, это 76% голосов Это цифра вам ничего не напоминает? Я хочу сказать, не трогательно Я хочу сказать, что у меня ВКонтакте Друзей меньше, чем за нее проголосовало 76% у нас набрал президент нашей страны На недавних выборах А не метит ли она в президенты? Возможно В масштабах Сарова, да Наводит на мысли Но, что примечательно Людмила Викторовна Не была в Сарове 10 лет Я читала ее резюме Да, это профессионал Человек достойный Но вот такая народная популярность Мне удивительно Потому что, если бы она Все эти годы жила в Сарове И была на виду То цифра 861 76% всех голосов Она была бы непонятна В контексте вот этой ситуации Следующий за ней кандидат Леонид Бородулин Заместитель директора Саров Инвеста Набрал 188 голосов И Дмитрий Лебедев Заместитель директора МакВега Набрал 74 голоса Еще был один кандидат Алексей Волги Но он снял свою кандидатуру По личным причинам Антон Сергеевич, скажи, пожалуйста Как ты думаешь Вот такая популярность На чем связана Людмила Викторовна Я перебью А знаешь ли ты Людмилу Терсину лично? Я Людмилу Терсину лично не знаю Но я много про нее слышал Но это крупный руководитель Видимо с большим опытом работы И насколько я знаю Я сам не присутствовал Ни на выборах Ни на презентации участников Но каждый участник Кандидат на этот пост Он презентовал себя Может быть она как-то выстрелила И влюбилась в себя Вот я так понял Она единственная женщина была На этих выборах, да? Может быть там одни мужики голосовали? Женщины идут во власть Все, я поняла Что происходит Просто смена курса Патриархат умирает Да здравствует матриархат Мальчики Ну что же Пришло наше время уходить Сегодня шесть женщин В Саровской городской думе Сколько их будет завтра? Всего? Всего шесть Вы завтра на кого-то пригласили себе? На дум Нет, сколько их будет завтра После выборов 20-го года? Мнение мне интересно Вообще Кого мы должны выбирать? Вот мы выбираем президента А главу муниципалитета Надо ли выбирать? Сложный вопрос Вот у нас сегодня Какая ситуация? У нас двуглавая модель Да До конца действия полномочий И мы переходим к одноглавой Все равно Значит Неким образом Мы Все равно главу Города Сарова Мэра города Сарова Мы будем утверждать на думе Все равно народ Опосредованно через думу Будет утверждать ту кандидатуру Которая будет представлена То есть Но по большому счету Депутаты будут ее утверждать По сути да Но депутаты Как представители Жителей Это насколько хватит совести Депутату да? Представить интересы своих жителей Вы знаете Я по моему опыту Я хочу сказать Что у нас Депутаты в этом отношении Очень близки К людям К своим избирателям Ну вот Просто Без всякого лукавства А знаете что на мой взгляд Самое важное В выборах В том что Кандидат Знакомится с народом Да Он начинает представлять Своих людей Вот этот вот Лозунг да На митинге В Волоколамске Был Обращенный к власти Вы нас не представляете То есть назначенная власть Она не представляет свой народ Вот Антон вспомни Когда ты избирался Да ты обошел свой округ И ты познакомился С своими избирателями И теперь ты знаешь их Ты знаешь их проблемы Они знают тебя Они могут подойти на улицу И сказать Ну ты обещал Да Если бы тебя назначили Этой бы связи бы не было Поэтому я считаю Выбирать должны Подходят на улицу Вот идешь домой У тебя два пакета Один из пятерочки Или там Из перекрестка Второй там Из магнита Из магнита Да И ты идешь И они к тебе подходят И так знаешь Сукаризный Не выполняйте Иван Антон Сергеевич Ваши обещания Не дорабатывайте Иван Антон Сергеевич Где миллион Закопанный В нашем дворе Где миллион И тут вроде Там уже йогурт протекает Внутри А тут как бы Кура пахнет Оттуда Готовая В этом отношении Вот прям в десятку Значит Я живу на своем округе То есть Мой дом Везуха вообще И в магазине И по пути Из магазина Да Бывает Люди подходят Но Кстати Вот Могу сказать Что В основном В основном За редким Редким исключением Люди достаточно Тактичны И Не отнимают Очень много времени Не отнимают Пакеты с едой Да И пакеты с едой Они понимают Как мне тяжело Нести эти большие пакеты Домой Тяжкий груст Несет Ответственности Порой напоминают О тех вопросах Которые Они поднимали Я их За это благодарю Потому что Действительно Бывает так Что он что-то На бегу Пообещал Но Не зафиксировал Где-то себе Машина Поможете мне Толкнуть зимой Конечно Идешь зимой Блин Придется толкать Черт Пообещал Подтолкните меня Где вы Да я здесь На качелях Нет Ну в этом отношении Да Эти случаи Довольно часты В моей практике Я не знаю Как у остальных Депутатов Но Поскольку Живу на своем округе Я встречаю Своих избирателей Каждый день А какая самая Сложная проблема Выбора у тебя Кирилл На самом деле Накануне майских праздников У меня дилемма Ежегодная Ну с того момента Как я начал худеть У меня проблема Что же Какой же шашлык Выбрать Из чего делать шашлык Из чего делать шашлык Антон Сергеевич Рецепт для всех Кто смотрит нашу программу Рецепт идеального шашлыка От депутата Во-первых На мой взгляд Самый вкусный шашлык Получается из баранины Это если баран Правильно Подобрать Наверное 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 Да Но А маринад Маринад Ни в коем случае Никакого уксуса То есть Раньше Была такая тенденция Все Замачивали в уксус Значит Нет Маринад Должен быть Самый простой Это много лука Значит Лимонный сок И Ну может быть Немного вина добавить В себя И тонким слоем Да 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 И Все это оставить Кое-то время подержать Это будет Самый вкусный шашлык А какой шашлычок Предпочитают Жители нашего города Выяснила Ирина Вашегородцева Девчонки Расскажите Как вообще маринуется Шашлык Обычно Расскажите Мы не маринуем Берете целлофановый пакетик Со специями С мясом И все На два часа И готово Больше, наверное, к мужчинам Чем к женщинам Вот этот мужчина Точно знает Как нужно правильно Замариновать шашлык Расскажите нам, пожалуйста Не в курсах Вообще делится Ну как То вы вообще не готовите? Ну шашлык нет А что вы готовите? Вечку Рис Ой, какой-то вы скучный Ну вообще скучный Здравствуйте, молодой человек Я вот как Никаких не ты Ну бывает же такое Почему уже второй мужчина От меня убегает? Как быть-то? Вы же пойдете наверняка На шашлык Скорее всего я на огороде буду На огороде вместе с шашлыком? Нет Скорее всего без шашлыка А как же шашлык В празднике? А я уже поел Собираюсь, в общем, пойти Знаете На шашлык Ну вот Хоть убей Не знаю, что надо с собой брать Расскажите, пожалуйста Помогите Уголь надо брать Килограмм пять Как минимум И лучше, конечно Решетку Не шампуры Тогда будет удобней Мангал одноразовый Но надо искать место Где разрешено Потому что Пожарники могут Содобре от него отнестись Компанию надо подходящей дойти Да вы что? Что мне снег? Что мне зной? Что мне дождик проливной? Когда я хочу шашлык Свой единственный выходной Свиной мясо берете И все Мне кажется, самый лучший Куриный самый нежный Мы делаем майонези с луком И все Кому-то может понравиться И сканина Лично я не пробовал Но друзья советуют Хороший шашлык Берем мясо И пошли жарить Еще одну тему Которую никак Нельзя обойти вниманием Когда у тебя в гостях депутат Тема депутатских доходов С прошлого года Депутаты обязаны декларировать Публично все свои доходы И в связи с этим Очень примечательный случай Произошедший совсем недавно С одним арзамасским депутатом Романом Лаптевым Ты слышал, да, про него? Нет, кстати У арзамасского депутата Квартиру изъяли в пользу государства Так как его расходы Не соответствовали доходам Квартира стоимостью У депутата? Да Ничего святого 2 миллиона 200 тысяч Она ушла в пользу государства Сам Роман подтвердил Лишь часть средств 750 тысяч Кредит Кредит Плюс материнский капитал Это в районе 650 тысяч Остальные средства Как он сказал Это были личные накопления И деньги родственников Но суд аргументом Романа не внял И вот цитата Основным посылом Этой проверки было то Что я не мог вместе с супругой На протяжении 10 лет Накопить 200 тысяч рублей Вопрос в 200 тысячах был Я был, мягко говоря, в недоумении Говорит Роман Я работаю всю жизнь С юности Получается, что у нас в стране В Нижегородской области Нельзя накопить 200 тысяч рублей За несколько лет Вдвоем Вдвоем Вот такая вот Неоднозначная история Судить я ее, наверное, не возьмусь Потому что Всей подоплеки мы не знаем Кто там прав, кто виноват Но тем не менее Вот такая ситуация Внимательно сейчас Декларировать свои доходы Жалко вообще Жалко вот коллегу депутата Ну Я не знаю действительно Все это истории Вот Услышал они Сегодня впервые Вообще, конечно В любом Вот видите, да Есть законодательство В законодательстве Ты можешь Что-то приобрести Если у тебя есть Соответствующая сумма доходов За прошедшие 3 года Но действительно Если человек Может быть копил Кое-то количество лет Но Если он копил Нужно эти деньги показывать Конечно Их нужно показывать И Не все это до конца понимают Но Все, что есть Нужно вспомнить Все, что было И все Все, чего не было Попросту говоря Это касается только депутатов Петрадочку показать Я тут получил доход Вот так матрас поднимаешь Ну смотрите Вот они лежат Ну вот я только сегодня Занимался тем Что В обеденный перерыв Заполнял вот эту декларацию Долго заполнял Да Это на самом деле Мучительно Много доходов Именно Именно потому Что Нужно Вспомнить все Очень тщательно Я стараюсь записать туда Все Чтобы Все, что Действительно есть Все, что было 32 рубля Купил кефир Высокие технологии Там есть специальная программа Там есть подсказки Там можно Вспомнить Действительно Посмотреть Как сформулировать правильно Но все равно Это занимает Некоторое время И Здесь нужно Очень тщательно Прорабатывать Я знаю, что Например В российском федеральном Ядерном центре В городе Снежинск Тоже Один депутат Сдал свой мандат По причине того Что В прошлом году Он Там В один из Значит В одной декларации Он не указал квартиру И вдруг В следующей декларации Она у него Ниоткуда появилась Он сказал Ну я просто Нет Он просто забыл ее указать В предыдущей декларации Господи Квартиры больше Квартиры больше Квартиры нет Какая ерунда Ну то ли он забыл То ли это Какой-то был умысел То ли еще что-то Понять трудно Но Это стоило ему мандата А знаете, кто самый Вообще страшный Цензор в этой истории Кто? Жены депутатов Да Представляете? Вот у тебя есть 600 тысяч Да Вроде как за месяц А ты только 30 домой принес Что делать? Да, да, да И когда это все Нет, ну вы знаете Эту простую историю Те, кто служил в армии Они могли в армии Сломать танк Или вертолет И ежемесячно Отчислять в пользу Государства Эти средства Слышали этот анекдот? Сломать танк Я могу его рассказать Значит, отбалилась Однажды разгневанная Значит, женщина Приходит в военкомат И ломится К военкому на прием Он говорит Что вы хотите от меня? Когда вы, наконец Прекратите с моего мужа Удерживать у него Зарплаты там Ежемесячно 10 рублей Ну, в советское время Дело было Он говорит Какие еще 10 рублей? Ну, вот он служил в армии И утопил в болоте танк И теперь говорит Что с него удерживать 10 рублей ежемесячно Значит, военком приглашает мужа Говорит, слушай Я, конечно, понимаю Я тоже там сжег уазик Когда в армии служил На срочной службе Но всего лишь 5 рублей Ты давай с танком-то заканчивай Значит, вот эту всю историю Вот и здесь та же ситуация Конечно, да, жены Но мы, кстати говоря Депутаты декларируют И доходы своих жен И нам тоже многое становится Про них известно Я как на виду Интриги, скандалы в Соробе А я предлагаю нам отметиться В социальных сетях И пока время действия пароля Соседского Wi-Fi не завершилось Сделать селфи на память Давайте бахнем фоточку, Антон Сергеевич Давайте бахнем фоточку в Инстаграм Вот эти квадратики Это ты, Антон Сергеевич Ну, а на этом все Через 7 дней мы снова встретимся С вами в этой студии И обсудим самые интересные события Грядущей недели Пока-пока Адьос До свидания Редактор субтитров А.Семкин